Вне аэрошоу такой пролет можно спутать с истребителем большой авиации. Копировать все от внешнего вида до звука и маневренности – смысл авиамоделизма. Александр Лиходед преодолел сотни километров от Киева до Ростова, чтобы увидеть друзей авиамоделистов и их работы. Сам он профессиональный летчик-испытатель. 40 лет управлял огромными русланами и мечтой по-украински «МРИИ». На пенсии не без труда перешел на миниатюрную авиацию. «МРИИ» для меня управлять легче, чем вот эти системы. Это серьезная машина, это вы не думаете, что это. Здесь есть гидросистема, пневмосистема, электрическая, двигатель реактивный, точная копия и принцип работы нормальной реактивной двигателя». Лучшим авиамоделистом мира сегодня считается россиянин. Вот он доводит до совершенства чемпионскую модель, покорившую Америку. Менеджер по логистике Виталий Робертус не забыл свое первое образование – инженера авиации. «В силу сложившихся обстоятельств я не работал по профессии, но мечта о небе. Это увлечение осталось и я продолжаю этим заниматься, но в свободное от работы время». Сохранив мечту с 7-летнего возраста, Виталий надеется привить ее 4-месячному сыну, а может и другим детям. На шоу он привез сразу несколько моделей. Этот едва уломимый взглядом свисток, названный так за характерный звук, развивает скорость 400 км в час. Это уже не авиационные, почти космические технологии, и экипировка чемпиона мира соответствующая. «А эту модель можно назвать самой крылатой из представленных здесь. Размак крыльев этого планера – 6 метров. За счет этого даже самые простые маневры в небе выглядят впечатляющие. А дополненные звуком реактивного двигателя планер становится украшением любого авиашоу». И заправляется такой двигатель, как настоящий истребитель авиационным керосином и маслом для турбин. Но благодаря размерам расход заметно меньше. «Средний расход примерно за полет порядка 400 грамм в минуту». Нашлось место и обычной солярки. Ее заливают в отдельный бак дым-системы. И в небе остается белый шлейф. Будто не модель разрезает облака. Настоящий самолет. Бочка, полет на ноже. Многие фигуры высшего пилотажа в исполнении этого Як-55М мощностью чуть больше мотоцикла давно превзошли большую авиацию. Человеку такие перегрузки не стерпеть. Пилот, хоть и вдалеке от крутого пике, чувствует его кончиками пальцев. Не обошлось и без авиакрушений. Электродвигатель этого вертолета, не выдержав борьбы с ветром, перегрелся и выключился. Упав с 50 метров, техника требует серьезного ремонта. Но хозяин не отчаивается. Я думаю, что руки рулят, и поэтому все починим. В нелетную погоду за виражами вратолетов и истребители в миниатюре следили без малого 15 тысяч пар глаз. И организаторы надеются, что сегодняшние маленькие зрители завтра сами поднимут в небо собственноручно сделанную модель. Нравится самолет? С папой полетимся? Слушайте внимательно.